Данный видеоролик разработан с целью поддержки внедрения обновленного содержания образования в 8 классе по предмету биология. Предложенные рекомендации охватывают реализацию цели обучения во второй четверти. Содержание второй четверти по биологии охватывает два раздела – транспорт веществ и дыхание. Разделы включают цели обучения, представленные на слайде. Всего 15 целей обучения для изучения в течение 15 уроков, и один урок отводится в конце четверти на проведение суммативного оценивания. В данном видео мы рассмотрим рекомендации касательно эффективного достижения цели обучения по двум разделам долгосрочного плана – транспорт веществ и дыхание. Перед началом обучения необходимо обратиться к предварительным знаниям учащихся по каждому разделу долгосрочного плана. Например, по первому разделу второй четверти – транспорт веществ учащимся нужно знать, что в живых организмах питательные вещества транспортируются разными путями из курса естествознания в начальной школе. Для изучения раздела «Транспорт веществ» во второй четверти учащимся необходимо вспомнить понятие о крупах органических веществ, содержащихся в продуктах питания, образовании углеводов в процессе фотосинтеза. При изучении данного раздела учителя необходимо учесть тот факт, что учащиеся по биологии 7 класса уже изучали раздел «Транспорт веществ», а также имеют представление по данной теме из различных источников информации. Учащиеся умеют распознавать органы, участвующие в транспорте веществ у животных, а также знакомы с типами кровеносной системы и органами, участвующими в транспорте веществ у животных. Необходимо отметить и наличие межпредметных связей на уроках в 8 классе с предметом химии в контексте транспорта молекул, углекислого газа и органических веществ. Связь с физикой осуществляется при рассмотрении понятия диффузия и транспорта. Рассмотрим достижение цели обучения 8.1.3.3 охарактеризовать функции различных типов лейкоцитов и 8.1.3.4 сравнивать гуморальный и клеточный иммунитет в рамках темы гуморальный и клеточный иммунитет. Для достижения данной цели рекомендуется уделить 1 час. Необходимо помнить, что распределение по часам является условным и зависит от особенностей класса. Перед переходом к изучению темы урока рекомендуется обратить внимание учащихся на цели обучения и критерии оценивания. Они могут быть показаны на слайде проектора, прописаны на доске или распечатаны и прикреплены к доске. Это будет способствовать систематизации знаний и ожидания учащихся от урока. Также будет полезно вернуться к целям обучения и критериям оценивания в конце урока для проведения итогов урока, обсуждения прогресса в изучении по цели обучения. Так как у учащихся есть предварительные знания о структуре крови и ее иммунных функциях, рекомендуется построить урок, акцентируя внимание учащихся на функциональной особенности типов лейкоцитов и их участие в обеспечении клеточного и гуморального иммунитета. Обучение предметами биологии в 8 классе осуществляется на родном языке. На данном этапе обучения необходимо сконцентрировать внимание на формировании и развитии академического языка на первом языке. Для изучения предметного содержания и углубления способности размышлять и работать с понятиями предмета. Для этого рекомендуется обозначить языковые цели на основе цели обучения. От того, насколько ясно сформулированы языковые цели, будет зависеть понимание учащихся того, что от них ожидается. Лексика и терминология специфичны для предмета и набор полезных фраз для диалога письма, используемые на родном языке, способствуют формированию когнитивных навыков учащихся. Учитель, акцентируя внимание учащихся на применении ключевых слов и терминов через полезные выражения для диалога и письма в различных заданиях, добивается хороших результатов при оформлении учащихся письменных работ по суммативному и экзаменационному материалу. Урок по данной теме начинается с актуализации знаний. Организация данной деятельности осуществляет с помощью задания понятия полоса препятствий, которые выполняются поэтапно в группах. Учебная деятельность учитывает стили обучения учащихся, предоставляя возможность аудиалам, визуалам и киноэстетикам синтезировать ранее полученный материал по темам строения и функций крови и исследования форменных элементов крови различных организмов. На данном слайде представлена схема передвижения групп учащихся по полосе препятствий и краткий обзор задания. Такая деятельность помогает быстро сфокусировать внимание на ключевых аспектах из уночного материала и подготовить платформу для достижения новых целей обучения. Для вызова интереса учащихся теме можно начать урок с просмотра мультфильма «Иммунитет», который в игровой форме повествует учащимся о самом понятии иммунитет, типах ликоцитов и их функциях при иммунном ответе организма на антигены. Для развития языковых навыков попросите учащихся после просмотра ответить на вопросы слух. Это способствует развитию зрительной слуховой памяти и лучше запоминать лексику изучаемой темы. Данная деятельность поможет определить зону ближайшего развития учащихся. Для лучшего понимания содержания новой темы учащийся анализирует текстовую учебную информацию, которая предоставляется учителям. Это может быть материал учебника «Биология восьмой класс» или дидактический материал. На уроке необходимо обратить внимание учащихся на смысл и содержание новых терминов и что каждый термин означает. После анализа учащийся знакомят с критериями оценивания и в группах создают продукт учебной деятельности. Схема, рисунок, концепт-карта. Исходя из своих способностей и уровней учебных навыков. Для осмысления проанализированной учебной информации рекомендуется предложить учащимся заполнить схему классификации лейкоцитов. Для оказания поддержки некоторым учащимся может быть показана поддержка в виде перечней терминов и функций различных этапов лейкоцитов. Информация предоставляется учащимся в процессе заполнения схемы по решению учителя. Важно помнить, что каждая демонстрируемая деятельность или данная информация учителям должна быть закреплена различными заданиями для учащихся. Наиболее эффективными являются индивидуальные или парные задания. Поэтому после объяснения темы рекомендуется применять деятельность, направленную на развитие аналитических навыков учащихся, через сравнение, сопоставление различных данных и фактов. Индивидуальное задание на соотнесение типов лейкоцитов и их функций позволит оценить уровень достижения учебной цели 8.1.3.3, охарактеризовать функцию различных типов лейкоцитов. Перед тем, как демонстрировать правильные ответы, убедитесь в том, что все учащиеся выполнили задания и предложите им проверить результат работы друг к другу. Учителям рекомендуется дать обратную связь после каждого задания, чтобы обсудить пробелы в знаниях по тени, предложив учащимся найти решение и похвалить их за их достижения. Развитие экономического языка является важной частью обучения биологии. Основой урока является владение специальной терминологией. Следует помнить, что в среднем учащихся запоминают за урок не более 8-10 слов. В связи с этим рекомендуется предложить учащимся самостоятельный поиск значений новых терминов и составить по ним гласари. Для закрепления знаний в значении новых терминов можно использовать дополнительные задания «Ты мне, я тебе», «Прекрасный опрос», «Биологическое лото», «Вдруг по часам», «Муравейник». Все эти задания помогут учащимся запомнить значения новых терминов. После составления гласари предложите учащимся проанализировать текст учебного материала и заполнить схему, отображающую сравнительную характеристику клеточного и гуморального иммунитета. Данная деятельность направлена на развитие навыка анализа и синтеза. Следует помнить, что некоторым учащимся может понадобиться помощь, которую учитель может предоставить в виде ключевых слов. Учителю рекомендуется заранее распечатать и раздать задания учащимся для более эффективного используемого времени и выполнения максимального количества заданий. По завершению заданий на экран выводится пример заполнения схемы, с помощью которой они осуществляют взаимооценивание. Для осмысления механизма иммунного ответа обратите внимание учащихся на поэтапность данного процесса. Свяжите материал с функцией лекции коцитов, вовлекая учащихся в конструктивный диалог, проследите, чтобы они использовали академический язык при исполнении объяснения механизма иммунитета. Завершающей деятельностью на уроке по данной теме учащихся является самостоятельной письменной работой, в ходе которой они задают развернутый ответ на вопрос, в чем заключается отличие борьбы с патогеновым, приклеточным и гуморальным ответом. Заранее учащихся знакомятся с критериями оценивания, работы даются учителю для проверки и коррекции знаний. За 5 минут до окончания урока учителю рекомендуется вернуться к целям обучения, и продемонстрирование на тоске в начале урока, чтобы учащиеся смогли понять, насколько они достигли поставленной цели и дать рефлексию по уроку, подвести итоги, на что обратить внимание некоторым учащимся для ликвидации возникших пробелов. Вторым разделом во второй четверти является раздел «Дыхание». Перед началом обучения необходимо обратиться к предварительным знаниям учащихся по данному разделу. Учащимся уже должны знать, что животные и растения используют кислород в процессе дыхания, который является процессом обмена веществ в организме из курса естествознания 6 класса. Из раздела «Дыхание» 7 класса учащиеся могут объяснить значение дыхания в живых организмах, различие анаэробного типа дыхания, описывая особенности строения органов дыхания у человека и объясняя причины и меры профилактики заболевания органов дыхания. Необходимо отметить и наличие межпредметных связей на уроках в 8 классе с предметным химией в контексте образования связи между молекулами кислорода и органических веществ с вывожжением энергии. Связь с физикой осуществляется при рассмотрении понятий диффузии и движения газов. Из раздела «Дыхание» рассмотрим тему «Механизм доха и выдоха». В рамках данной темы охватывается цель обучения 8.1.4.2 «Объяснять механизм доха и выдоха». Для достижения цели обучения на данном уроке можно использовать следующие критерии оценивания. Объясняют механизм доха и выдоха, устанавливают взаимосвязь между нервным и гуморальным регуляцией и механизмом доха и выдоха, описывают взаимодействие мышечной системы и дыхательной системе. Как уже ранее упоминалось, для развития языковых навыков учащимся необходимо составлять языковые цели, терминологию и серии полезных выражений для диалога и письма согласно этой теме. При изучении механизма доха и выдоха необходимо обратить особое внимание таким понятиям, как диафрагма, межреберные мышцы, газообмен, емкость легких, дыхательный объем. Используя академический язык, учащимся необходимо описать механизм доха и выдоха, развивая навыки говорения и письма. Обратите внимание учащихся на различных понятиях наружной и внутренней межребренной мышцы, с которыми они впервые сталкиваются в восьмом классе. В начале урока учащимся предлагается представить себя в роли нанопутешественников. Попросите их представить следующую ситуацию. Нанопутешественники высадились на молекулы кислорода и отправились путешествовать в организм человека через носовую полость. Учащимся необходимо построить карту маршрута. Обсуждаются результаты работы и определяется зона ближайшего развития учащихся. После определения темы и цели урока осуществляется осмысление новой темы, которой следует начать с анализа визуальной информации. Учащийся рассматривает видеоролик «Механизм доха и выдоха» и определяет механизм дыхания человека, делает краткие записи в тетраде. После анализа информации следует синтез учебного материала, который основывается на создании продукта учебной деятельности на выбор учащихся. Схема, таблица, рисунок, концепт карта или другое. Данная деятельность предполагает дифференцированный подход в обучении, предоставляя важную возможность каждому учащемуся права выбора формы представления своих результатов. Обратите внимание учащихся на схему вдоха и выдоха. Используйте иллюстрации или плакаты. Важно сформировать учащихся в понимании изменений в работе диафрагмы и межреберных мышц. Этот момент темы является особенно затруднительным, так как сокращение и расслабление мышц зависит от вдоха и выдоха человека. Сконцентрируйте внимание учащихся на взаимосвязи движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и сокращением диафрагмы, а также межреберных мышц. Далее, для осмысления новой темы учащимся предлагается индивидуальная работа, вдруг по часам, в ходе которой учащимся формируют вопросы высокого и низкого порядка. После этого в тетради рисуют цифер два часов, рядом с каждым часом записав имя своего одноклассника. Затем предложите учащимся опросить своих друзей, согласно соответствию номера, вопроса и имени одноклассника. На выполнение работы учащимся нужно дать около 10 минут времени, так как она емкая и содержательная. Обсудите с учащимся наиболее интересные вопросы и те, которые вызвали затруднения. Следующим этапом урока следует моделирование механизмов вдоха и выдоха. Данная деятельность позволит наглядно продемонстрировать деятельность фраумы в процессе вдоха и выдоха. Сделав модель, попросите учащихся ответить на вопросы. Как меняется диаметр трубки, насколько легко перемещать воздух внутри и снаружи бутылки. Используйте это в наблюдении, чтобы объяснить, как астма влияет на дыхание. Второе. Как бы вы улучшили эту модель? Результаты моделирования предоставляются в виде таблицы, в которой учащиеся в сравнении части моделей с органами дыхательной системы человека, называя их характерные особенности. Чтобы показать роль ребер в защите сердца и легких, а также в расширении грудной клетки, исследуйте модель скелета. Покажите учащимся мышц, задействованные в дыхательных движениях путем высекания мышц из запасных ребер. Используйте для демонстрации динамизма грудной клетки видеоролик по ссылке, представленный на слайде. В конце урока проводится индивидуальная письменная проверочная работа, которая предполагает письменные ответы на вопросы и описание процессов дыхания, используя рисунок. Работа оценивается учительной целью определения уровня достижения учебной цели, учащимися с дальнейшей корректировкой знаний и оказанием помощи. Для освоения учебного материала по цели обучения 8.1.4.3, определить жизненный объем легких и минутный объем дыхания в состоянии покоя и при физической нагрузке, учащиеся выполняют лабораторную работу, определение жизненного объема легких и минутного объема дыхания. В связи с учащимися обсуждается тема, цель и критерия оценивания урока. Целью лабораторной работы является определить жизненный объем легких и минутный объем дыхания в состоянии покоя и при физической нагрузке. Предполагается, что учащиеся в процессе выполнения лабораторной работы достигнув рисковые цели обучения, используя терминологию, специфичную для данной темы, представленную на слайде. В начале урока учащимся предлагается выполнить проверочную работу, в которой учащиеся могут выбрать любые два задания, исходя из уровня способностей учащихся. После окончания работы организуется совместная проверка с учителем по заранее обговоренным критериям оценивания. Для активизации мыслительной деятельности раздайте нескольким учащимся воздушные шарики и попросите их надуть примерно 3-4 вдоха. Затем сравните объем воздушных шаров, попросите учащихся объяснить результат. Обратите внимание учащихся на неразнозначных результатах между мальчиками и девочками, высокими и низкими учащимися, и теми, кто занимается и не занимается спортом. Помогите учащимся найти логическую взаимосвязь для формирования вывода по результатам проделанной работы. Для развития языковых навыков предложите учащимся изучить материал учебника и дополнительного материала, предоставленного учителем. В ходе анализа информацию учащиеся объясняют значение таких понятий, как жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, дыхательный объем, резервный объем, вдоха и выдоха и другие. Обратите внимание учащихся, что при формулировании плана работы и оформлении результатов следует использовать академический язык. Следующим этапом урока является планирование исследования. В качестве подмозков учащимся задаются вопросы, ответы на которые помогут им сформулировать тему, гипотезу, цель лабораторной работы, определить методы и ресурсы, составить план исследования, определить форму представления результата и формулирование выводов. Перед проведением лабораторной работы учащийся знакомит с методами исследования. Учитель объясняет алгоритм проведения расчета жизненной емкости легких и правила работы с графиком, который поможет определить конечный результат. Для работы учащимся предоставляются воздушные шары, куда учащийся производит вдох в цель измерения его диаметра. Обратите внимание учащихся на то, что неравнозначность результатов – это нормальное явление, которое зависит от пола, возраста и роста учащихся. Можно предоставить учащимся альтернативный способ определения жизненной емкости легких. Исследования показывают, что объем легких пропорционален площади поверхности тела человека. Для этого учащиеся должны владеть информацией о своем весе, в килограммах и росте в сантиметрах. Используя график, учащиеся определяют площадь поверхности своего тела. Для этого находят свой рост в сантиметрах в левой шкале и отмечают точку. Находят на правой шкале свой вес и тоже отмечают точку. Затем проводят, используя линейку, прямую линию между двумя точками. Вместо пересечения линии средней шкалы и будет площадь поверхности вашего тела в квадратных метрах. Для вычисления жизненной емкости легких необходимо умножить площадь поверхности тела на коэффициент жизненной емкости, который равен 2000 мл м2 у женщин и 2500 см на м2 у мужчин. Для расчета минутного объема дыхания необходимо посчитать количество дыхательных циклов, вдох и выдох. Успытуем на 1 минуту, затем умножить количество циклов на объем 500 мл. Учащимся предлагается провести измерение минутного объема дыхания в состоянии покоя и после физических нагрузок. После окончания исследования результаты предоставляется в виде таблицы графика. Необходимо, чтобы учащиеся сделали выводы и подумали, как можно улучшить результаты эксперимента. Спасибо за внимание, задавайте вопросы и оставляйте комментарии в отведенном поле ниже. Продолжение следует...